Пожалуй, самое замечательное в книге «Откровения» — это главы с 18 по 22, потому что в них рассказывается об окончательной победе над царством зла, над царством вавилонской блудницы. Христос представлен здесь как победитель. «Увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диодим, он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облачен в одежду, обогренную кровью, имя ему — Слово Божие». То есть, Христос побеждает свою жертву, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый, и из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. То есть, это опять-таки о слове свидетельства, которое будет судить и проникать до разделения внутри сердца самого человеческого. И вот Христос в конце приходит действительно как такой победитель. Но он приходит не только для того, чтобы одних наказать, а других почтить какими-то наградами. Все гораздо интереснее. Один из самых глубоких образов взаимоотношений между человеком и Богом — это брачный пир. Этот образ мы видим уже в книге «Песни песней». Этот образ используется евангелистом Иоанном Богословом, например, в разговоре о Кане Галилейской. Это то, о чем говорит сам Христос, что Царство Божие похоже брачному пиру, похоже на брачный пир. И кто же жених на этом брачном пире? Сам Христос. А кто невеста? Невеста Церковь или конкретная душа человеческая? И можно надеяться. И не просто надеяться. Мы верим в то, что в конце концов мы встретимся с Господом. И наше общение будет с Ним таким же глубоким, каким может быть общение между людьми, много лет прожившими в одном браке, в брачном союзе. И вот это первая радость, которую обещает нам окончание книги «Откровение». Конечно, в 20 главе говорится о том, что зло еще может поднять голову и, по-видимому, будет поднимать голову, но в конце концов оно будет побеждено. И тогда, как говорит нам 21 и 22 глава, с неба сойдет Новый Иерусалим. Когда мы думаем о рае, мы зачастую представляем себе такие райские уголки где-то в джунглях, может быть, где светит солнце, где нету никаких строений. Но автор «Откровения» говорит нам о том, что это будет город, сияющий город, о котором вот и в песне поется. И это не просто... Почему город? Потому что во времена Иоанна Богослова город — это место и научной деятельности, и общение людей между собой. Это место, где, собственно, вершится суд, и где происходит все самое важное. Место, где находится власть. И вот эта вот власть в этом новом городе будет уже полностью принадлежать Богу и Агнцу. Но даже сам этот город не нужно понимать в каком-то вот таком вот физическом смысле. У меня большое подозрение, что под этими стенами, под этими улицами города принозритель апокалипсиса подразумевает непосредственно людей, которые живут перед Богом и которые ему радуются. И вот я долго искал изображений для того, чтобы попытаться передать образ вот этого нового Иерусалима, который сходит с неба. Ничего лучше я не нашел, чем просто дать вот такой вот витраж, довольно абстрактный, где мы видим Христа, где мы видим Иоанна и где мы видим нечто, что действительно вот появляется. Во втором веке Ориген, когда размышлял над этими текстами, он увидел в этом уже современную ему церковь. Он говорит, что на самом деле вот посреди этого мира, посреди темноты уже есть начатки вот этого нового творения, этот новый город, сходящий с неба и эта церковь. Можно очень много рассуждать о том, что значит каждая из деталей в описании этого города. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на начало 22 главы. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, и среди улиц его и по ту и по другую сторону реки дерево жизни, двенадцать рад, приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрит лицо его, и имя его будет на челах. И вот еще раз мы возвращаемся к картине Серафины и Сен-Лиса, которая, как мне кажется, изобразила здесь как раз это райское дерево и поток с водой жизни. Удивительно, мы в этом мире действительно страдаем, жизнь уходит, наши человеческие отношения рвутся, люди, которые дороги для нас, могут терять здоровье, могут терять память, могут уходить из этой жизни. Но вот в этом втором новом мире, сотворенным Богом, все будет иначе. Мы увидим там вот это дерево, с помощью которого, и дерево нужно, конечно, понимать не только в буквальном смысле. Как отцы, когда толковали начало книги Бытия, говорили о том, что древо жизни посреди рая сам Христос, точно так же и здесь. Мы можем предполагать, что вот это вот такой универсальный образ, который говорит нам о том, что действительно в этом мире не будет ничего уже проклятого, но будет изобилие жизни, будет возможность исцелиться от всего того, с чем мы живем сейчас. И откровения заканчиваются удивительными строками. «И дух и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». То есть для того, чтобы войти в это царство, в этот Новый Иерусалим, нам нужно очень его захотеть. И я надеюсь, что вот эти небольшие встречи, посвященные книге Откровения, дадут вам желание углубляться в Слово Божие, встречаться с Ним, встречаться с самим Христом и ничего не бояться. Какие бы трудности нам не встретились, потому что в конце нас ждет наш жених, и нас ждет вот этот вот небесный Иерусалим, в котором не будет ни болезней, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная.